Прошу собраться в тесный дружеский кружок. Прошу подтянуться от всех размазавшихся по выставочным залам замечательного нашего сегодняшнего проекта. А мы будем начинать. Дорогие друзья, моя жизнь в городе Свердловске началась в 1974 году. И вот с этого самого времени я познакомился с творчеством господина Алексеева. Тогда у него была немножко сдвоенная фамилия, сейчас он решил ее сократить. Но дело ведь не в том, какая фамилия. Дело в том, какой талант в руках этого человека. Позвольте мне предоставить слово нашему партнеру. Я Владимира не вижу, а Владимир. Владимир Прохоренко. У него очень сложная должность председатель Свердловского регионального отделения Международного фонда славянской письменности и культуры. Именно он пришел примерно месяцев 6-8 назад в музей и говорит. Юбилейный год у нашего автора. И вообще, скоро у него день рождения. Давайте сделаем хорошую выставку, потому что такой выставки уже давно не было. Ну вот, скоро сказка сказывается, то выставки уже есть. Пошел выделяю. Здравствуйте, дорогие друзья. Уважаемые коллеги. При поддержке Министерства культуры Свердловской области, областного правительства музея, Международного фонда славянской письменности и культуры, а также непосредственно при прямом участии автора, известный уже описан Большого Урала Александра Алексеева. Всем этим коллективом создан художественный проект «Русский лад». Хочу напомнить тем, кто не знает, автор является лавриаром на счетную премию имени Гидария Семеновича Мозина и дважды лавриаром премии «Благодаря» в Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Художественный проект «Русский лад» — это не просто неформационный полк, но региональный масштаб художественное средство. В основном с позицией любви избранные произведения в осеннем периоде творчества Моносея. Это настоящий, а большая премьера. Уникальность коллектива позволяет зрителям во всей планете познакомиться и с портретом современного реального общества и понять традиционные металлогические уплаты русского мира. Алексеев ярко определяет свою принадлежность к сказочному реализму, основанному сентябринскому народу и металлогическому строительству «Русский лад». Известность мастера Равшина, многочисленные зарубежные выставки, ушедшие лет, всесоюзные площадки, признание творчеству мастера на современном общероссийском истечном пространстве — это уверенность, зрелость мастера. Творчество Александра Алексеевича, словно яркий народный комментарий, отражает конкретную форму, нервозрение, традиционный уклад целого народа. Увиденное, как и ваги, оставив в душе человека, невероятное сильное впечатление, подарит радость и согласие русский лад. Давайте поприветствуем и поздравим автора. В зале находится бронуси «Русский лад». И о них расскажут вам более подробно, как и со своей возницей, с определенным взглядом. Спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо вам, Владимир. Николай Владимирович, вы два слова не скажете, будьте добрыны. Дорогие друзья, ну, я считаю, что я не искусственный лет, но не в этом дело. Мне кажется, здесь искусственный лет, собственно, и не нужны, потому что живопись с именами любимого Александра Алексеева такова, что требуется только одно – нормальное зрение и открытая душа. И здесь ты сразу попадаешь в плен невероятной энергетики, жизнерадостной, мощной, полнокровной, да, потому что в повседневной жизни мы, в общем, даже и забываем вот об этом богатстве жизни. А Саша, вот он щедрый человек, и его палитра просто волшебна, мне кажется. Я не знаю, сейчас почему-то глядя на эти картины, я вспомнил строчку с знаменитой молитвой «Иксай, ликуй». Потому что начинаешь чувствовать, испытываешь состояние ликования. Ликование от того, что есть красота на свете, есть прекрасные мужчины и женщины, есть любовь, есть цветы, есть фрукты, есть талант, да, есть здоровая человеческая чувственность, да, потому что чувственность появляется не только в том, что женщина хочет мужчина, а мужчина хочет женщина. Это замечательно, что мы хотим друг друга. Вот. Но мы хотим этих фруктов, мы хотим этой жизни, мы хотим этих восходов и закатов, мы хотим этой молодости и зрелости. Мы хотим этих форм, мы хотим этих предметов. Вот. Саша, творец этого мира, да, если бы не было таких художников, мы бы с вами жили в скучном пространстве, это было тогда, было тогда на том великого писателя Юрия Олеши, маленький рассказик, где там жил Дальтоник, которому потом герой в конце рассказика говорит, «Идите покушайте синий груш». Да, такая неправильная, скучная, бесцветная или одноцветная, перекрученная реальность. А у Алексеева это правильная реальность, да, правильная реальность. Она правильнее, чем та жизнь, в которой мы с вами живем. И спасибо ему за это. Это как раз и есть высшая реальность. Если не можно кого-то называть сюрреалистом, в подлинном смысле слова, да, или супрематистом, потому что слова Малевича, супрематизма, и слова, там, этих французов, которые называли себя сюрреалистами, смысл был один и тот же, поиск высшей реальности. Так вот, главная высшая реальность сегодня у нас с вами в сознании, да, это реальность Алексеева. Алексеева, и он стоит, тут такой вообще скромный, застенчивый, бьет человек скромный, ну вот, и если вы так будете за ним внимательно присматривать, вы никогда не вероятете, что этот человек носит внутри себя невероятное бесценное богатство. Передите его и скажите ему спасибо за то, что он нам дарит, потому что это не сезонно, это не сезонно. Я его обожаю многие годы и жду всегда, жду всегда любого повода, чтобы получить кайф от этого. Если бы я был губернатор, я бы ему давал премию губернаторскую каждый год, может быть, каждый месяц, потому что каждое его прикосновение к холсту – это чудо. Вот, ура! Сидим, ты, надо силы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, спасибо, Илья Павлович. Есть ли желающие еще сказать какой-то краткий спич? Есть? Есть. Борис, вы кого-нибудь. Что? Можно мне, да? Да, можно. Можно. Это такое счастье. А то, Саши, по жизни мы знакомы с 70-го года, даже конца 60-го. АПЛОДИСМЕНТЫ Я всегда говорил, Саши, что он самый любимый мой. А теперь вслух всем объявляю. Это, это такой самодостаточный, очень, ну, я не знаю, он всегда называл такую хорошую, белую, зависть от легкости, от серьезности. И такой человек на земле. Человек-реалист в высоком смысле этого слова. То есть сказочный реализм, там, суровый реализм. Вот два художника, два дегата для меня, Игорь Иванович Симонов и, конечно, Саша Симонович. Потому что такой легкости и такого изящества и такой быстроты мышлений, и как он все это исправляет. Я наблюдал, как он пишет. В то время вообще колоссального рассвета, где сдают купилки и прочее, раскрепощение полное, которое вызывали просто восторг. Потому что это были работы наполненной любви к человеку на земле стоящему. Потому что все мы, в принципе, как бы считаем себя художниками мира, что это вроде бы высшее стадие. вот здесь как раз именно может быть, конечно, не дается немец. Конечно, тут и заслуженных, и народных мало, потому что мы это все понимаем. Но Саша настолько самодостаточен, что он никогда как бы вот я не видел, чтобы он выпячивался или даже что-то грудь вперед выставлял. Поэтому я, конечно, рад, что современник, что мы какую-то часть жизни общались очень тесно. Поэтому, Саша, я еще раз говорю, что ты должен, ты не знаешь какой ты великий и все подъявляют, что мы сейчас чем дальше как бы немножко уже третили и дальше по-моему нас будут по-настоящему поставить на нужное место на пятистал. Саша, Дорогие друзья, здесь Лето Празднов сделал свое дело о том, что вроде бы искусствоведия нам не нужны главнее тот человек, который сегодня не понимает. Но в этой ситуации я хотел бы все-таки недавно пополемизировать и пригласить микрофон известного уральского искусственного вена Александра Степанова. Прошу. Давай рассказывай все. Где же я так избитый? Спасибо. Разных насчет. Ну что я хотел бы сказать. Вообще разговор с образительным искусством должен приобретать серьезный вариант. Потому что мышление, визуальное мышление, это должно быть достоянием нации, государства. Это очень серьезная категория. И сейчас уже стало заметно, что мы чуть-чуть теряем в этом как раз компоненте, чуть-чуть мы не добираем. Почему? Потому что внимание художнику послало усилий в мир сегодня, когда отпустили художников на свободу, без поддержки, без каких-то проектов, организованных. И это сказывается очень сильно. Я вот начин был номер. Но какие годы в Екатеринбурге стали вершинами? Это вот сейчас уже видно, что это 80-е годы. Ну и Александр он связан с 80-ми и далее его. Расположился как художник его вершина этого 80-е годы. У нас в то время работал ряд выдающихся художников Урала. Я не буду называть их имена, поскольку сегодня Сашин такой праздник. Ну и все знают. И вот эта ситуация, когда 80-е годы стали вершиной достижения. Она должна быть хорошо проанализирована. Во-первых, государство помогало художникам, были мастерские и металл материал и могли предотвести художникам. Сейчас как-то все это изменилось. Хорошо, что Саша сохранил силы продолжать вот тот запал, который он приобрел в 80-е годы. И мне так что-то показалось, что он настоящий художник, он не взятое на всякие сложности, работает, не работает. Причем столько много трудолюбия, проявляя муль, многие так художники могут руки опустить. Я могу сказать, что надо нас не поддерживать, а мы не будем работать. Он не такой, он делает все. Лучше и лучше. Видимо, он очень сильно любит искусство. И это правильно, это правильно. Собственно, художникам не нужно работать не способом. Я, честно говоря, так вот и Борис Хочков говорит, я поражаюсь его трудолюбием, вообще в набор и стилю, такому свободному, артистическому стилю. Художник, который не обладает стилем полноценным, легким, он художник должен даже такие тяжелые работы сделать легко, чтобы, как говорил Герман Митлер, чтобы пота не было видно, вот и не видно, что так свободно творить, это правильно, это то, что нужно, чтобы художник был действительно заметен. Ну, я еще хотел бы сказать, что вот у нас проекты такие большие, состоятся очень легко, связанные с художниками Урала. Мы часто показываем сборные выставки, мастеров, из других регионов, городов. Это все хорошо, но нашей заботой должен быть Урал, и уральские художники должны, вот по моему мнению, быть на первом месте среди нас. Хорошо, что у Володи заботятся уральские художники, городов. Я давно ведет такую линию, вот, и дай Бог, чтобы они стали заметны не только в нашем регионе, но и во всем мире. Спасибо Саша за работу, за занимай. Горнина, у этого проекта есть будущее, и даже недалекое будущее, а Ваш идет декабрьская встреча с Санктуром Безидетского Дорога Санктуром Безидетского 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 Дорога Санктур Русский Безидетский Безидетский Увы, всем нам потому что, как бы, еще дыр в государстве нашего впереди, а перед этого плана чувствую, что вот этот центр, в мире, и все остальное, и вот это отношение, я считаю, заметное для себя в среде. Ну, еще одно большое спасибо вам всем. Я вам спасибо. Спасибо.